Если честно, то мы приехали в Турцию с одной простой целью. Дело в том, что после прохождения радиотерапии в Челябинске, мне сказали быстро, как можно быстрее, приедет в то место, где химиотерапия делается, а не стоит в 9 раз дороже, чем в Магнитогорске. И поэтому именно Турция. Мы приехали сюда в отель Апериот Хоутел. Это не самый дорогой отель, Сиде, естественно, потому что ехать тут до моего товарища не так уж и далеко. Всего лишь 30 минут на такси. Пришлось и его взять. Что касается этого отеля, я пришел, естественно, в Пегас Туристик. Куда же мне еще было обратиться, чтобы найти себе место, где мы можем отдохнуть в летний период, опять же, за 73 тысячи на троих. По идее, я вам скажу, что здесь не 3 с плюсом, но здесь, по-моему, 5 с плюсом, потому что все кормится очень великолепно. Естественно, нам не приходится только квасить, потому что, хотя у нас все all inclusive, но пока, пока мы молимся на Господа и Ему благоволим. И вот теперь уже в понедельник мы поедем в то место, от которого у вас, дорогие мои телезрители города Магнитогорска, а также все зрители интернета будут вот такие глаза. Поверьте мне, это того стоит. А вот тут получилась загвоздка. Нет, дело не в том, что информация о четырех центрах, выросших за последние три года в Анатолийском центре, была бы не кстати для вас. И даже дело не в том, что они, по сути, как любой из наших застроенных во время коммунистических реформ дивных центров, но сделанных сейчас. Просто теперь уже понять мы должны, что турецкая медицина, как и Турция вообще, на 30 лет впереди нас, и расстояние-то увеличивается. Грустно это понимать, но то, что увиделось в процессе лечения, мне, понявшему все прелести и радости, и той дивной, дивной реакции на то, без чего в холодную весну 2013-го жить бы просто не хотелось. Да потому, что кто-то выключил батареи, и стало совсем холодно. Но здесь все по-другому. И вот об этом чуть позже. Да потому, что теперь речь пойдет о тех, без которых жить бы не хотелось. Без сына жить бы не хотелось, и без жены, и без матерей, без братьев, без отца. Без тех, кто мыслит вместе, а может иногда и круче, чем я. Без друзей, без всех тех, для кого бы я работал. Нету смысла быть здесь. Да потому, что без молитв к Господу. Без веры ничего не получится. Помогли все, и помогут многие. Просто нам никто не сказал, что жизнь ведь прекрасна всегда. Для нас почему-то онкология – это конец, но в нормальных странах-то это жизнь. Я просто это видел. И не будь у нас областного онкологического диспансера, не будь всех тех, для кого бы и с кем, вы бы, может быть, уже компотик пили бы. Но я молился, и многие. И пока дай-то Бог. А если кто-то скажет, что для лечения в Турции я бы оставил своих дома, то такого не будет. Это то, для кого я жил и буду жить. Это те двое, кто каждый час и каждую минутку заставляли меня держаться. Вот так оно. Так и будет. Ну а то, кто хочет понять, как лечат в Турции, пусть смотрят эти передачки. Поверьте, они этого стоят. Я вам сегодня объясню, что такое. Несколько замечательных слов. К примеру, что такое КТ. Компьютерная томография. Вот эта штука у нас появилась в 1992 или 2003 году. Вот тогда мне первое КТ, которое сделали, показало, что у меня небольшое искривление. И тогда мне сказал доктор, что будут у меня проблемки определенные в возрасте 40-50 лет. В этом же возрасте, не так давно, кстати, произошло, благодаря компьютерной томографии мне пришлось сделать кое-что. В головке разобрались со мной, потому что МРТ тогда пройти не удалось. Магниторезонансную терапию. Объясню, почему. Потому что, ну, не получилось так. Вызывали ко мне скорую. Пять раз она ко мне приезжала. Возила вообще непонятно куда. И вот в шестой раз только супруга организовала, и правильная скорая привезла меня в то самое место, где мне сделали операцию по удалению головной опухоли. Потом уже, после этого, мне сделали магнитно-резонансную терапию. МРТ. Вот. После этого я получил, так скажем, радиологическое облучение. Ну, где-где. Естественно, в Челябинске. Потому что в Магнитогорске пройти все это дело мне не пришлось бы. Ай, боже мой, что же я сделал-то? Ну да ладно. Вот. А сейчас вы видите, где я нахожусь. Нахожусь я, естественно, в Турции. Вот. Потратила на это дело немало денег для того, чтобы понять, что есть смысл в турецкой медицине. Которая, извините, высшая медицина города Магнитогорска не на один год, не на пять лет. а в тридцать раз. То есть, то время, когда мы лечили онкологию, уже давным-давно прошло. И вот мне пришлось приехать сюда, взять на две недели машину на прокат и съездить в тот центр, который показал мне, как необходимо проходить и правильно проходить лечение. Вот там я прошел МРТ, то есть, современное МРТ. То есть, мне вкололи жидкость радиоактивную. Вот оно показало мне, что, в принципе, все более-менее неплохо. А после этого мне пришлось сделать ПЭД-сканирование. Вот. И это они делают в каждом случае, когда непосредственно лезут туда, где, в общем-то, не надо, нет необходимости находиться было бы человеку, если бы не пришлось такое сделать. А вот теперь у вас возникает вопрос. Что же вам-то делать, если у вас такие сложности возникли? Нет, есть возможность, конечно, в Магнитогорск, точнее, в Челябинск приехать, потому что только в Челябинск. Либо это значит, Москва, но опять же других-то центров-то особых-то и нету, где вас конкретно полечат. Либо приехать в Турцию. Что такое приезд в Турцию в моем лице? То есть мне пришлось взять свою супругу, своего сына. Вот. Они тут, естественно, Божьей помощью молились за меня и слава Богу, что у них много чего получилось. А мне в течение двух недель ездить на вот этом замечательном автомобильчике. Я вам скажу, что это было очень неплохо, хотя и приходилось, конечно, ну, дергаться, потому что, представляете, да, если бы еще и онкология, то была бы большая-большая труба. А так, в большинстве случаев я сюда пришел, да, приходится, конечно, врачей ждать, но это нормальное явление. Кстати, для всех тех, кто имеет такое небольшое отношение к онкологическим заболеваниям, у них немножко все по-другому, понимаете? Человек, у которого онкология, он живет по-другому, он понимает, сколько необходимо в жизни, он вообще много чего понимает, он понимает, что такое жизнь и что такое, когда жизни нету. И в результате он живет достаточно долго. И здесь люди, конечно же, тоже живут прекрасно относятся и к себе, и к людям, к другим. То есть, ну, как-то все вообще по-другому, когда понимаешь, что уровень медицины это в 30 раз выше, чем это в России. Ну, и, естественно, сказать много чего спасибо нашему центру, Леониду Сагу, который сделал операцию. Сказали спасибо тем людям, которые мне сделали радиологическое облучение в Челябинске. Сказали, что в принципе живи, что и собираюсь делать вместе с вами. А если у вас возникли проблемы, да, кто бы вас встретил здесь, ну, что же, возможно, скоро кое-кто вам в этом поможет. А теперь о том, что бывает. Ну, вот, к примеру, у нас врач в большинстве случаев прав всегда, и те косяки, что вываливаются, только благодаря интернету ими и остаются. Теперь, по сути, события. Да, опухоль головного мозга и удаление ее это то, что имеет прямое отношение к злокачественным штукам. А там их несколько. Когда врачи удаляли ее, мне диагностирую вторую, я был в ауте. Но я собрался и поехал в Челябинск, имея в кармане еще и бук. В Челябинске мне дали то, что я вам показываю, анапластическую астроцитому г-3. Честно, пришлось падать. Ну, а теперь дальше и только благодаря интернету, и только благодаря знанию английского языка, и только благодаря школе номер 33. И вот именно с этим я узнал о том, что на 2012 год выживают 25%. На 2013 год 45%. И это в англоязычном мире. Потом я узнал, где сколько стоить, добавить льта. Германия это 50 тысяч, Израиль это 40, Турция это 28 бакинских. Дальше стало еще более интересно. Вообще, надо понимать, что у нас есть совершенно коммунистические страны. Про Куба я пока не знаю, но в Китае и Индии с анапластической астроцитомой Г-3 просто живут и кушают химию. Еще раз скажу, просто живут и все. Я прозондировал тему диализ и узнал, что это чудо Германии, сделанное в Китае, продается там, в Китае, на халяву. А сделанное в Индии 73 тысячи рублей на год, полностью на год. Кроме всего, эта обыкновенная химия, она и для наших питомцев, и честно говоря, для взрослых она кушается всеми. То есть люди, если есть желание и если есть жизнь, то узнать-то можно легко. И если у кого-то возникла мысля не верить русским топинамбурам, из которых людей достойных, ну, процентов 5, то заявку на ваше лечение оставить-то просто. И думаю, что помогу. Пишите в комменты. А вот теперь про то, что узнал я и почему-то не верилась. Та прооперировали, хрен с ним. Да радио, и это на уровне. Но нужно было как воздух, химия. Я, конечно, понял, что для других это было сделано. И понял, естественно, что стоимость термозоламида, выпущенного в Аргентине, нашими конюхами, из которых Голикова главное, в 9 раз дороже, чем это в Индии. После этого мысль о том, что пролечат в России с должным уровнем, была утеряна. Но осталась главная тема. После всего того, что случилось, сразу забугор. И там, вдалеке от дел этой идиотской во всех отношениях страны, получить те самые 10 с плюсом. Я принял Турцию. Естественно, я приехал и была основная тема, химия. Мы сказали, что все в порядке, но после гистологии из разряда на выбросе, это по-российски так, просто выброси и все. Турки приняли решение провести химию. И это ладно, что мы пришли к общему выводу. И вот вам 10 с плюсом. И, конечно, то, что обернулось дополнительными расходами, это в следующем сюжете. Пожалуй, самое лучшее мое впечатление в жизни. И вот так внезапно понимаешь, когда тебе, когда для тебя рисуют небольшие характеристики, временные имеется в виду. Думаешь, как же без него это жить-то? Вот так оно случилось. К слову о том, для чего мы вместе с Лешей потратили немаленькую сумму. Конечно, это хорошо, когда ты в возрасте, когда у тебя есть что-то продать. Для того, чтобы получить лечение и в том числе и от той самой проблемки вот здесь в голове. Вот так оно получилось. Мы приехали в Турцию. Я бы, конечно, вам мог показать все те прелести турецкой медицины, которые мы здесь посмотрели. А прелести было очень-очень много. Я вам скажу так, что Турция обскакала нас, ну, наверное, лет на 30 уж вперед. Вот. Я бы, конечно, мог вам показать те 11 этажей ввысь и те 12... три этажа вниз комплексом Медстар. Медстар. А их тут аж три штуки, даже четыре штуки сделаны. Вот. Но они не захотели. Но я вам скажу, что это да, это круто. Вот. Конечно, когда у вас возникают вот эти самые проблемки с онкологией, и для всех я скажу, что необходимо точно изучить, где вы сможете пройти в дальнейшем обследовании. Если честно, то бесплатно это делается в Китае и в Индии. Вот. Очень дорого это Израиль и чуть-чуть дешевле это Германия. Турция занимает другой показатель, особенно, если вы еще владеете турецким языком. Вот. Поэтому все-таки Турция. Поэтому все-таки те, кто знают, должны понять, что эта страна она позволяет своим жителям лечиться вообще не задорого. Можно сказать, бесплатно. Русские платят. Но русские платят деньги небольшие. И вот для меня, к примеру, все мое лечение обошлось сумму примерно 10 тысяч условных единиц. Вот так оно и случилось. Так что, господа, если вам сказали, что у вас онкология и все остальное, вы должны понимать, сколько вам это обойдется. или 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 Продолжение следует...